Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Евразион ТВ. 1 ноября отмечался день менеджмента. И сегодня в нашей студии Александр Воронин, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики и финансово-экономического института Тюмгу. Александр Владимирович, здравствуйте, с профессиональным праздником вас. И хотелось бы сразу задать такой вопрос. Как отмечается день менеджера в Тюмгу? Добрый день, спасибо за поздравления. День менеджера в Тюменском госуниверситете уже отмечается традиционно мастер-классами от практиков, ведущих специалистов и руководителей наших работодателей, предприятий региона, а также, конечно же, активными конкурсами и непосредственно студенческими инициативами от наших учебных групп. Еще расскажите, пожалуйста, про программу подготовки, которая имеется по данному направлению на всех уровнях, то есть бакалавриат, магистратура, аспирантура. И имеются бюджетные места на данных этапах подготовки? Со следующего года по направлению менеджмент имеются бюджетные места. Я надеюсь, и в дальнейшем число бюджетных мест будет увеличиваться. В аспирантурии такого направления подготовки как менеджмент нет. Есть более широкая специальность экономики управления народным хозяйством. Вот, собственно, в ней участвует и направление менеджмента. Что касается профилей бакалавриата, то у нас три основных профиля наиболее востребованных среди и работодателей, и студентов. Это логистика, имеющая, наверное, одни из самых больших перспектив с точки зрения развития в нашем регионе, в котором создаются несколько крупных логистических центров, финансовый менеджмент и маркетинг. Не так давно мы отмечали как раз профессиональный праздник маркетологов и рекламистов. Также вы сказали, что есть востребованность у работодателей в ваших областниках. Какие у них перспективы в местах трудоустройства и насколько действительно они востребованы в нашем регионе? Ну, собственно, менеджмент – это то направление, которое интересно и будет востребовано всегда. Мы знакомы, собственно, и вы, и телезрители знакомы с утверждением о том, что в нашей экономике много экономистов и юристов. Но никогда не говорят, что много менеджеров. Менеджеры – это как раз некий симбиоз и сочетание экономики, математики, экономической теории, социологии, психологии. Потому что менеджер – это руководитель, это управленец, который должен не просто что-то считать, это не функция менеджера, это функция экономиста, аналитика. А менеджер должен ставить задачи, координировать работу и создавать проекты инвестиционные, коммерческие или некоммерческие, социальные проекты, их реализовывать. Поэтому он должен быть и в психологии специалистом, и быть специалистом, конечно же, в экономике, потому что это экономическое направление. Конечно же, деньги, экономические ресурсы, не только финансовые, очень много решают для успеха. Менеджер должен быть специалистом и в логистике, менеджер должен быть специалистом, конечно же, в математике, потому что, так или иначе, говоря о деньгах, говоря о трудовых ресурсах у материальных ресурсов всегда необходимо что-то считать и это и логистика и финансовый менеджмент и маркин это подтверждает что касается востребованности действительно менеджеры являются одним из наиболее востребованных с одной стороны у нас очень много ребят в процентном отношении по отношению к выпуску которые идут непосредственно не в сферу экономику экономики и управления а в производство в другие сферы на народного хозяйства в том торговле в том числе но не как там продавцы или не квалифицированные работники а именно как управленцы свя который управляет технологическими кадровыми процессами процессами связаны с финансовым со сбытом с продвижением продукции и так далее и тому подобное эта профессия востребована безусловно поскольку хороших координаторов организаторов и производства и коллективной социальной работы в нашей стране по прежнему не хватает и мы стараемся чтобы наша программа и в бакалавриате и в магистратуре у нас есть отдельная магистрская программа маркетинг наши выпускники получили те профессиональные знания опыт и квалификацию которая им поможет создавать и собственное дело и быть как заместительными таки и руководителями проектов предприятий подразделения этих компании так далее и и тому подобное таким образом может стать что выпускник данного направления будет обладать огромным количеством компетенций и будетおっсовена везде выпускник направление менеджмент будет обладать не всем большим объемом компетенции который в принципе возможно он будет обладать я уверен в этом по По крайней мере, мы стараемся, создаем все условия теми компетенциями, которые востребованы и для работодателей, и, собственно, для личной жизни. Потому что менеджмент в том числе предполагает и создание, и управление собственной карьерой, личной карьерой. А для этого необходимо обладать и уверенностью в себе, и способностью работать в команде, командной работой. И, конечно же, ставить цели, достигать эти цели. Понимать, как это сделать и за счет чего. Но очень часто многие предприниматели сталкиваются с проблемой, что вроде бы идея хорошая, проект привлекательный, масса других подобных проектов реализована удачно, успешно, а у них ничего не получается. Как раз эта проблема зачастую связана с компетенциями управления. То есть, либо нехватка знаний в психологии, либо это нехватка знаний в логистике, может быть, нехватка знаний в финансовом сфере. Мы стараемся программу построить таким образом, чтобы этого дефицита знаний, опыта и навыков у наших студентов не было. Для этой цели мы привлекаем практиков не только на уровне мастер-классов или встреч, посвященных дню менеджера или каким-то другим праздникам, а регулярных встреч в качестве учебных занятий у нас на кафедре, ну если скажу не точно, то не намного ошибусь, это порядка 10-15 ежегодных человек, привлекаемых на условиях внешнего совместительства или почистовой работы практиков, которые передают студентам и практический опыт свой, ну и, конечно же, оценивают и объясняют, какие теоретические посылы на практике работают. То есть, что в учебнике написано и подается как успех, удача, на самом деле, может быть, в условиях российской действительности, в условиях Тюменского региона не совсем то, что требуется. А работает, как правило, то, что проще, то и дает наиболее заметную отдачу. Также сейчас известно, что проходят переговоры среди руководства вузов и области по распределению, если так можно сказать, направлений подготовки между крупными вузами нашего региона. Коснется ли как-то это менеджмента? Да, действительно, прошлым летом было достигнуто соглашение между вузами Тюменской области для исключения дублирования в подготовке студентов по одними и тем же образовательным программам, перераспределить или, скажем так, разделить программы между вузами. Тюменский государственный университет будет принимать с следующего года, согласно этой договоренности, абитуриентов на образовательную программу бакалавриата экономического и управленческого профиля. В том числе это и менеджмент, и управление персоналами, и другие экономические направления подготовки. Отлично. И также, маленький вопрос от себя, как активный участник кейс-турниров, я зачастую видел вас в качестве члена жюри, либо просто в качестве эксперта. Как вы считаете, чем вызвана большая популярность кейс-метода в нашей области и подобных мероприятий, и будете ли поддерживать такие турниры в будущем? Сейчас образовательный процесс, в принципе, ориентирован на производство, на подготовку специалистов, способных решать не теоретические задачи, а практические ситуации, собственно, кейс. Действительно, и в нашем вузе, и на нашей кафедре нашими преподавателями, обладающими, кстати, многие из них имеют практический опыт работы по профилю читаемых дисциплин, используются широко кейс-методы. И, собственно, наша кафедра, ранее это кафедра экономики, впоследствии после слияния нескольких кафедр, кафедра менеджмента, маркинга и логистики, является организатором и инициатором регионального кейса турнира между вузов Тюменской области, который четыре раза уже проводился, я надеюсь, что и будет с успехом проведен. В этом учебном году, как правило, это зима, ранняя весна, второй семестр. А что касается участия, то очень рад и приятно слышать, что наши студенты, и бывшие, и настоящие, участвуют в подобных мероприятиях, потому что они демонстрируют, собственно, свои способности, то есть, насколько те знания и навыки, которые они получали в УЗИ, актуальны, потому что, как правило, кейсы в этих конкурсах предоставляют, создают работодатели. То есть, это конкретные фирмы, конкретная ситуация, реальные жизненные факты. И, собственно, предлагая решения, в этих ситуациях студенты демонстрируют способность приспосабливаться и, собственно, предлагать какие-то реальные, а не книжные решения. Поэтому этот процесс, инструмент, он, собственно, не единственный, но очень важный именно в плане освоения. Мы все знаем, что, например, в Гарвардском университете, в принципе, или в Гарвардской школе бизнеса, в принципе, весь материал преподается через кейсы. У нас этого нет в университете, но в силу, собственно, развития, участия нашего университета в проекте 5.100, наверняка мы будем стремиться как раз к лучшим образцам, поэтому без изменений и учебные процессы, и технологии преподавания, конечно же, не останутся. Отлично. И, пожалуй, последний вопрос. Что бы вы пожелали, в принципе, всем менеджерам? Менеджерам? В первую очередь, реализация тех целей, которые они ставят. Целей, связанных и со своим образованием, потому что учиться мы вынуждены всю жизнь. Недостаточно один раз пройти повышение квалификации или закончить направление менеджмента, быть успешным в течение всей жизни. Всегда знания устаревают, поэтому нам приходится на опыте, общаясь с коллегами в рамках конференции, встреч, деловых обсуждений в профессиональных сообществах или на программах повышения квалификации, получать эти новые знания. Цели, конечно же, и успеха в достижении цели, связанные с личной жизнью, потому что успешный человек должен быть успешен не только в работе, в бизнесе, но и, конечно же, иметь прочную опору в виде семьи, какой-то... Ну, так, скажем. Спасибо большое, Александр Владимирович. Спасибо вам за интервью. Ну, а с вами была рубрика «Интервью» на телеканале Евразион ТВ. Смотрите нас еще раз и всех менеджеров еще раз с профессиональным праздником. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok